Европейские программы здорового питания, школьные фрукты, школьное молоко в Латвии действуют не один год и становятся все более востребованными. Наряду с участием в информационных образовательных мероприятиях с привлечением специалистов по здоровому питанию, дети получают необходимую порцию полезных продуктов, насыщенных витаминами. В молоке содержится белок и кальций, во фруктах и овощах витамин С, повышающий иммунитет, и клетчатка, стимулирующая работу пищеварительной системы. Вначале идет речь о здоровом питании, потом речь о здоровом школьнике, здоровом человеке, в дальнейшем о здоровье нации. Мы пытаемся этой программой улучшить здоровье детей, выработать у них привычку правильного здорового питания и в дальнейшем сократить количество хронических заболеваний. По информации городского управления образования в программах постоянно участвует свыше 90% школьников. В этом учебном году, как и в прошлом, к ней подключились все школы-даугубилцы. Если мы будем говорить о программе «Школьное молоко», то программа эта с 1 по 9 класс подразумевает, что школьники каждый день получают стакан молока, 250 мл молока. Если мы будем говорить о программе «Школьный фрукт», то школьники с 1 по 9 класс получают три раза в неделю бесплатно овощи и фрукты. Наиболее популярные из этой программы овощи и фрукты – это морковь и яблоки. Заметим, что продукцию поставляют исключительно местные производители, а качество обеспечивается соблюдением строгих требований и контролем. Программа «Школьный фрукт» продлится до 27 февраля, а школьное молоко – до конца учебного года. В этом году усилиями руководителей города, управления образования и коллективов учебных учреждений удалось решить проблему нехватки помещений для школьных столовых. Это не позволяло выполнить правила Кабинета министров, которые предписывали кормить детей в течение 30 минут, начиная с 11 часов. Особые сложности испытывали 10-я средняя школа, столовую уже расширили за счет соседних помещений, русский лицей и третья средняя школа. Здесь как единственный рассматривается вариант сооружения пристройки на всем протяжении от столовой до школьного корпуса. Эскизный проект заказан, но осуществление задуманного сопряжено с известными трудностями. Год назад в рамках европейского проекта были завершены работы по реновации фасада и благоустройству прилегающей территории. Согласно условиям развития Агентуры Регионального развития, в течение 5 лет нам нельзя что-то менять в тех работах, которые уже сделаны. Тут мы видим сделаны на брусчатках, скамейки, урны мусорные. Очень надеемся, что они согласятся, что мы этой переделки будем делать. И таким видом обеспечим требования министра кабинета номер 610. Предлагается также расширить узкое помещение кухни. Однако о сроках строительства и финансировании пока говорить рано. Что касается русского лицея, то тут проблему решили за счет ремонта подвального помещения и строительства грузового подъемника. Тут входила как разработка технической документации, так и вся гамма строительных работ. Общестроительные, отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электромонтажные работы. Самое выгодное предложение нам предложила СЕРА АПОЛОДЭ. Но, как мы видим, качество очень хорошее. Теперь вместо одного зала, рассчитанного только на 90 мест, школа обзавелась двумя, увеличив количество мест до 274. По словам директора, за две перемены покормить можно будет всех учеников. Это помещение будет действовать теперь постоянно. Кроме того, здесь дети получают овощи, фрукты по государственной программе и молоко. Спасибо, естественно, управлению образованием и городской думе, которые финансировали этот проект. У нас теперь светлое, красивое помещение, рассчитано на 184 посадочных места. Новый зал откроется 24 ноября. Облагородить его и декорировать планируется собственными силами. Изобретательных и творческих людей здесь не занимать.